Соммит БРИКС в Казани имеет целью продемонстрировать международное положение России и ее противостояние западным санкциям. БРИКС не несет никакого политического веса. Между странами, входящими в организацию, существуют значительные противоречия, которые ограничивают возможность их политического объединения. Эти противоречия делают невозможным создание военного или политического союза, напоминающего Варшавский договор. Мы заявляем и стремимся к переустройству миропорядка. Основным бенефициаром БРИКС является Китай. БРИКС выступает площадкой для экономических бесед, в первую очередь в интересах Китая, а не России, которая под руководством Путина скорее использует БРИКС для удовлетворения своих амбиций, чем играет активную роль в организации. Уважаемый солидный, извини, пожалуйста, приветствую с самыми наилучшими пожеланиями. Уважаемый господин председатель, как вам встреча с Путиным? Наше многоплановое сотрудничество носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер. Обход санкций происходит и без БРИКС. Россия может обходить санкции, используя свои отношения с другими странами, такими как Китай и Индия. Что уже происходит все эти годы? Мы ценим традиционно высокий уровень российско-китайского взаимодействия в БРИКС. Несмотря на попытки уменьшить влияние доллара как расчетной валюты, глобальная торговля по-прежнему зависит от него, и у России нет особых перспектив в этом направлении. Не мы же это делаем, это делают другие люди. Мы не отказываемся, не боремся с долларом. Но если нам не дают с ним работать, что же делать? Мы тогда вынуждены искать другие альтернативы, что и происходит. Путин обманывает сам себя, считая, что Китай поддерживает его. Кремльич Моль неправильно воспринимает отношения с Пекином, поскольку Си Цзиньпин строит свою политику на экономических интересах, а не на военной агрессии. В отличие от Путина, который управляет страной в ущерб собственным экономическим интересам, Китай действует продуманно и делает ставку на экономическое сотрудничество, а не на военные конфликты. Смотрите, раньше Россия была внедрена в мировую экономику и при помощи экономических средств мог давить на общество политическое. Газа, мог давить алуминем, ураном. Очень много таких рыциков было. Сегодня у него таких рыциков уже нет. Просто ходит и просит, купите у меня нефть, купите этого, купите этого. Уже рыциков нет. Уже сегодня, ну не знаю, но Алиев говорит с ним как с младшим братом, если посмотрите реально. Я шучу, что Путин поднялся, потому что был в большой войне, а продвинулся на китайскую шестерку. Китай хочет получить преимущество власти и в своем регионе. Он нацелен на получение влияния, особенно в отношении России, которую начинает поглощать. Это отражает стратегическое стремление Китая сформировать новый биполярный мир, где он будет одним из ведущих игроков. Китай заявляет о построении многополярности, но в конечном итоге это не получится. Несмотря на то, что Пекин активно стремится к переосмыслению мировых геополитических структур, существуют серьезные препятствия. Одним из главных факторов остаются Соединенные Штаты, которые являются технологическим лидером и определяют глобальное экономическое развитие. Европа – отдельный полюс, но в целом это, безусловно, объединенный политический блок. Европейский Союз в единстве со структурой НАТО и сильными экономическими связями представляет собой значительную силу на мировой арене, что подчеркивает отсутствие у Китая подобных союзников, кроме Северной Кореи. Россия и Венесуэла вместе стремятся к формированию нового, более справедливого миропорядка. Это создает асимметрию в международной политике и укрепляет позиции Запада. У Китая нет союзников, таких как у Соединенных Штатов Америки. Говоря о международных отношениях, важно отметить, что Китай во многом изолирован и не имеет равноценной поддержки, как это делает Запад через свои коалиции и блоки. Китай остается древней цивилизацией, которая иногда может сиять, а иногда затухать в зависимости от исторических обстоятельств. Американцы в качестве альтернативы воскрешают старый проект 70-х годов «Азиатская НАТО». То есть создать общую организацию, не отдельные договоры, большая разница, а общую организацию США, Япония, Южная Корея, ну и желательно втянуть бы туда Австралию, Новую Зеландию и Филиппины. То есть нам надо, конечно, готовиться к контрходу со стороны Соединенных Штатов и прорабатывать меры по удержанию наших партнеров по БРИКС в нашем, скажем так, в клубе БРИКС, чтобы не допустить их перехода на американскую сторону. Никакой реальной альтернативы окончанию войны, кроме как восстановления территориальной целостности Украины, никто предложить не может. В текущем контексте ни Китай, ни Бразилия не имеют реальных планов по разрешению российско-украинского конфликта, поскольку предстоящие предложения остаются неопределёнными и не учитывают ключевых принципов международного права. Мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. На данный момент план победы Зеленского остаётся основным и, по сути, единственным обоснованным направлением для обсуждения. Сейчас уже не идёт вопрос о том, хочет ли Путин мир или не хочет в состоянии окончить. Я считаю, что сегодня Путин потерял управляемость системой, потому что он полностью зависит от войны, как наркоман, от амфетамина. Его экономика на более чем 40% зависит от продукции для войны. Это сжигание ресурсов. Выход из этого невероятно дорогой. Смотрите, что было с экономикой после падения Советского Союза, где зависимость от военной продукции не была такой высокой, как здесь. Субтитры создавал DimaTorzok